Гаулия Джованни Баттиста После близкого знакомства с Бернини, пользовавшийся влиянием при папском дворе, получил несколько крупных заказов, написал портреты семьи пап. Конечно, было в почете. Портреты Гаулия отвечали общей линии развития барочного искусства, в частности парадного образа. Пышные драпировки, сочный горячий колорит, скрытое эмоциональное напряжение, призванные создавать величавый и недоступный образ человека. Это портреты папа Александра VII, Климента IX и в галерее Сан-Лука в Риме. Ну и, конечно, портрет Бернини в Национальной галерее в Риме. Живопись Гаулия, отличающая как виртуозностью, декоративной роскошью, так и при увеличенной аффектацией образов, явилась программным выражением искусства эпохи контрреформации. Во второй половине XVII века достигла блестящего расцвета плафонная живопись барокко. В это время были созданы лучшие композиции художника. Он создавал сложные многофигурные росписи, вызывающие ощущение эмоционального прорыва в небеса. Очень выразительная его роспись плафона знаменитого римского собора Ильджезу «Сияние имен Иисуса» требовалось изобразить не только возносящихся в небеса праведников, но и низвергающих в ад грешников. И фигуру грешников художник смело вывел за пределы свода, и причем поставил их в такие ракурсы, что они кажутся буквально падающими вниз в реальное пространство храма. Однако самая замечательная деталь росписи – это свет, исходящий от монограммы имени Иисуса Христа. Именно живописная выразительность световых лучей создает эффект вибрации всех красок. Ну вот, пожалуй, и все, что мне удалось найти о художнике, итальянском живописце по прозвищу Бачиччо Гаури Джованни Батиста, представителе искусства Бару. Все, пока-пока, до свидания, смотрим картины. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok